Кто же стрелял Дениса Вороненкова? О киллере известно немного. После перестрелки его доставили в 17-ю киевскую больницу, где он и скончался. С врачами, которые пытались его спасти, удалось пообщаться и нашему корреспонденту Али Матюшок. Она на связи со студией. Алла, здравствуй, что рассказали доктора и что тебе известно о личности стрелявшего? Да, добрый вечер, Катя. Мы находимся возле 17-й киевской больницы, где несколько часов назад скончался киллер, убивший Вороненкова. 16 хирургов боролись за его жизнь и сделали 4 операции, но он скончался на операционном столе, не выдержало сердце. Все это время больницу охраняли несколько машин полицейских, вход в реанимацию был оцеплен. И как только сообщили, что убийца Вороненкова не выжил, правоохранители разъехались, и нам удалось пообщаться с главным врачом клиники. Он сообщил, что у парня практически не было шансов выжить. По множественным пулевым ранениям, в грудную клетку, в конечности, в голову. Много крови перелита, да, много плазмы перелита, много жидкости перелита. Была задействована бригада около 16 человек. Но спасти пока не удалось. Известно, что киллеру было 29 лет. Он был гражданином Украины. При нем также было найдено удостоверение участника боевых действий, выданной Национальной гвардией Украины. В Генпрокуратуре уже сказали, что документы будут проверять. Там не верят, что преступник мог их взять с собой на преступление. Его обличие сейчас проходят проверку. Его документы проходят проверку. Следство безумовно установит, кто в деле. Документы были при нем. За документами так. Сейчас мы проверяем, чи эти документы были справедливыми. В целом, я редко встречал киллера, который с собой брал службу и посвящение. Это и взял. А что за службу? Поэтому я и говорю про иммовирность новой визитки Яроша, которая была выявлена на месте. Ну а пока, Катя, это вся информация, которая нам известна. Алла, спасибо. Это была Алла Матюшок с информацией о киллере, убившем Вороненкова. И буквально только что появилось данное, что документы киллеру были выданы частью 3057 НГУ. Это воинская часть, в которую в свое время входил батальон Донбасс. А вот его охранник был доставлен в другую больницу, в военный госпиталь. Добыть сведения о нем не так-то просто, но это попытался сделать. Олег Решетняк, он тоже с нами на связи. Олег, здравствуй, расскажи, есть ли у тебя какие-то данные о состоянии охранника и что тебе удалось узнать? Тебе слово. Здравствуй, Катя. Во время перестрелки телохранитель Вороненкова получил ранение, но при этом остался жив. Да, действительно, его привезли в военный госпиталь. Правоохранители о нем не разглашают никакой информации. Но вот сегодня глава ГПУ заявил, что занимался охраной Вороненкова сотрудник одной из спецслужб. Какая-то спецслужба он не сказал, но вот по информации наших источников это сотрудник ГРУ Минобороны Украины. Вот также глава ГПУ прокомментировал работу охранника Вороненкова. По мнению Юрия Луценко, в той ситуации, в которой оказался телохранитель, он сработал профессионально. В данном случае я считаю, что работник охраны бьет абсолютно профессионально. Посмотрите на результат. Один охранец умел нанести суттєві выраження киллера в ситуации, коли он не сподівався по це. Мы продолжаем работать под стенами военного госпиталя, чтобы получить хоть какую-то информацию, но пока из больницы никаких комментариев нет. Катя. Олег, спасибо. Олег Решетняк был на связи со студией.